Сегодня я не буду говорить о биологической безопасности, однако я хотел бы, учитывая, что в зале присутствует наша молодежь, и присутствуют все три поколения, все три основных поколения, просто обратиться к словам нашей уважаемой Аллы Акупен, дополнить слова Грекура Александровича насчет того клина, который пытаются вбить в армянно-российское сотрудничество. Я сам, как внук тех, кто довел нацистов, довел их до самого конца, причем мои дедушки и бабушки с двух сторон, они ветераны Великой Отечественной войны, никогда не ставил под сомнение вклад армян в победу Великой Отечественной войне. Я думаю, это не обсуждается, однако я хотел бы обратить внимание присутствующих на то, что после развала Советского Союза враги Советского Союза начали изыскивать изъяны и пробелы в истории, которые они могли бы использовать для того, чтобы настроить не текущее поколение, которое победило в войне, они работали в дальносрочной временной перспективе, чтобы показать им, как-то открыть окно Овертона и настроить их против прошлого, славного прошлого, их дедов и отцов. Печально известный Сорос имеет очень хорошее такое выражение, если ты хочешь завоевать страну, обучай ее молодое поколение. Это очень опробованная техника, и они эту технику применяют. Эта техника применялась во всех постсоветских странах. Не буду сейчас вдаваться, какой конкретный момент истории используют для Украины, для Белоруссии, для Казахстана и так далее. Для Армении, по моему мнению, поправьте меня, здесь присутствуют историки, если я ошибаюсь, одним из краеугольных таких моментов явился российско-турецкий договор от 1921 года. Этот договор, я уверен, что многие из присутствующих, если не сказать подавляющее большинство, конечно, все о нем слышали, но очень не думал, что кто-нибудь читал оригинальный документ этого договора. Но я хочу сказать одно. Многие о нем знают со слов других, со слов историков, знают интерпретацию. К сожалению, сегодня получилось так, что наша молодежь, я не имею в виду здесь присутствующих, я имею в виду молчаливое большинство, да, нашей молодежи сегодня учат собственную историю не по историческим источникам, а по статусам Facebook, TikTok, не знаю, в каких-то соцсетях. Они не хотят, не имеют желания или не имеют времени открыть и по-настоящему изучить, вот что же произошло. И поэтому наши враги, включая, ну, конкретно в Армении, я говорю, различные неправительственные организации, те, кто сегодня узурпировал государственную власть, не стесняясь, очень мерзко манипулируют историческими фактами, пытаясь их исказить и представить молодежи в качестве какой-то аксиомы. Так вот, сейчас к сведению наших уважаемых, нашей уважаемой молодежи, я хочу сказать, и чтобы они это взяли на вооружение, если им их сверстники или где-то они услышат. Это конкретно относится к вам. Договор между Россией и Турцией от 1921 года, в 1925 году был отменен договором, первый договор о 1921 году был о дружбе и братстве. Он был отменен в 1925 году договором о дружбе и нейтралитете. Это совсем другой договор. А этот договор о дружбе и нейтралитете был в конец отменен после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году по одностороннему настоянию советского руководства, которое вынесло решение изменить границу Закавказья за счет Армении. То есть вынесло решение вернуть Армении территории, которые были утрачены перед Отечественной войной. Именно поэтому наш враг Турция слома голову кинулась в НАТО. Это было основным мотивом для Турции, которая побежала в НАТО, то есть побежала к тем, кому она проиграла войну годы назад. Теперь, что касается того, что наша уважаемая Алла Копен выразила свое возмущение позицией государственных чиновников Республики Армения. Вы знаете, здесь не только ведь мы имеем дело с высшими чинами, государственными чинами, это государственная политика, которая проводится на всех уровнях. Я хотел бы сказать, что это не к нашему стыду. Я не говорю к нашему стыду, потому что армяне никогда бы не позволили себе сделать то, что сегодня сделает узурпировавшая в стране власть группировка. Отказаться от святынь, атаковать армянскую апостольскую церковь, поставить под сомнение дунацида армян на своей исторической родине. Это не могут армяне такого сделать. Но я вам скажу, что целенаправленно это проводится на всех уровнях. И это идет, это не только, эта политика началась не только что. Это не только политика, которая началась с узурпации власти этими изменниками, которые получили власть на подносе. Это продолжается долгое время. Вчера представитель Армении при ЕС, который был во время предыдущей власти прокурором Тигран Балайон заявил, что российские миротворцы передали руководителей Арцаха Азербайджану. Он это заявил. То есть это откровеннейшая ложь. Я это говорю не потому, что я пытаюсь кого-то защитить или обелить, я говорю потому, что это не соответствует действительности. Этот человек в присутствии журналиста, в присутствии представителя ЕС заявил, что российские миротворцы передали политическое руководство Арцаха в руки вооруженных бандформирований соседнего злокачественного государственного новообразования. И это, я опять же говорю, этот человек занимал пост прокурора при предыдущей власти. Не бывает человек немножко беременным. Если политика проводится, если у человека есть свои убеждения, он их не может вот сиюминутно менять кардинально в угоду той или иной конъюнктуре. Это не человек. Кто такое делает, это мокрицы. Но я хочу просто обратить ваше внимание на то, что эти люди, рано или поздно, эти люди, у них не получится изменить погоду в этой стране. Я не знаю, что произойдет в ближайшем будущем, но я искренне надеюсь, что вот не только те, кто узурпировал власть, но те, кто им помогает, те, кто им помогает латентно на общественном поле, в поле средств массовой информации и так далее. Это целый механизм. Они все понесут свое заслуженное наказание. И впредь отрицание или факт того, что люди будут сомневаться в каких-либо постулатах, в фактах Великой Отечественной войны и в том, что геноцид Арнан имел место, будут криминализированы. Криминализированы на государственном уровне. И они будут подвергаться самой строгой уголовной ответственности. Плюс к этому, также я считаю, что у нашего будущего руководства хватит политической воли для того, чтобы не только имитировать процесс освобождения Арцаха, но и также криминализировать любое выражение, которое поставит под сомнение принадлежность арцахской земли. Это тоже я говорю как Арцаха. Спасибо.